Некоторое время назад британско-нидерландский нефтяной гигант Shell по политическим причинам постановил полностью свернуть бизнес в России, а покупателем подвернувшихся активов надумал стать Look Oil. В набор этих самых активов входят более 400 АЗС, что преимущественно расположены на севере, западе и в центре страны. Кроме того, в Торжке работает завод, способный ежегодно выпускать около 200 миллионов литров всевозможных смазок. Так в Тверской области под маркой Shell до последнего времени производились моторные, гидравлические и трансмиссионные масла, а также смазочные материалы для судовых двигателей и промышленных установок. В итоге Look Oil, приобретя российское подразделение европейского гиганта, предложил сохранить шеловское имущество под патронажем отдельного дочернего предприятия. Оно будет развиваться под новым для России топливным брендом T-Boyl. Заметим, что финская марка имеет почти 90-летнюю историю, а с 1947 года ее владельцем была советская государственная компания «Союзнефтеэкспорт». В 2005-м собственником бренда неожиданно для многих стал Look Oil. Сейчас бренду T-Boyl предстоит активное развитие. Для заправок разработают фирменные виды топлива, собственную программу лояльности, а руководить всем этим будет бывший руководитель сети российских АЗС Shell Виталий Маслов. Завод смазочных материалов также планирует выпускать продукцию под брендом T-Boyl. Но каким будет ассортимент продукции пока не ясно, ведь главное здесь раздобыть ставшие дефицитными присадки. И еще одна любопытная новость. Белорусские власти запретили иностранным перевозчикам заправлять свои грузовики любым горючим, кроме дистоплива сорта DT-Eco, которым торгуют всего лишь 12 приграничных АЗС. Такая солярка стоит на 50% дороже обычной, а желающих сэкономить ждут внушительные штрафы. В российских рублях размер наказания может достигать 75 тысяч рублей. Злостных нарушителей ждут административные аресты и принудительные работы. Добавим, что прежде европейские дальнобойщики любили заправляться на белорусских АЗС по причине низких цен. С новыми правилами выгода становится менее ощутимой, но около 30% перевозчиков из Литвы или Польши сэкономить по-прежнему может.